Добрый день, друзья! С вами канал Стань Студентом, канал для тех, кто планирует получать образование. Сегодня обсудим тему, для чего поступать в университет, для чего получать высшее образование. Без ответа на этот вопрос, просто нет смысла делать этих действий, нести документы в приемную комиссию. Итак, давайте этот вопрос постараемся обсудить с учетом реальных ситуаций, которые были у нас на практике. Поехали! В приемную комиссию пришла девушка, были такие фразы, убедите меня поступить, убедите, что мне нужно именно это образование, либо это направление подготовки. Я хочу получить высшее образование, но я пока не разобрался в этих вопросах. Я подумал, что самым верным будет спросить у девушки, для чего ей это высшее образование, что оно ей даст, чего она сама хочет от этого высшего образования. И вы знаете, я такой вопрос задал, и девушка подумала. И спустя небольшой период времени она сказала, я не знаю. И действительно, та ситуация, когда она не знает, для чего ей поступать, просто у нее есть такое предчувствие, что нужно, а зачем, она еще не решила. И, конечно, в такой ситуации, поскольку мы не могли так долго уже ее сопровождать, более двух часов, в час пик, я ей предложил буквально несколько дней сделать паузу, и она ушла. Но, тем не менее, очень часто общаясь с абитуриентами, с выпускниками 11 класса, с выпускниками колледжей, я задаю такой вопрос и в будущем, и спрашиваю, для чего вам получать высшее образование. Зачем именно вам, либо именно тебе, юноша, девушка, получать высшее образование? Что тебе от этого будет? Для чего тебе делать этот шаг? Вы знаете, получаю очень разные ответы на этот вопрос. Я вам сейчас такие самые частые примеры ответов приведу, возможно, вам они пригодятся и помогут, и будут полезными. Но самый такой распространенный, частый ответ, это чтобы получить корочку, показать родителям, чтобы меня родители не трогали, и вот я дальше пойду по своей жизни, мне высшее образование не требуется. Но, увы, это печально, то есть, если вы учитесь только для родителей, то повесьте в эту корочку на стену, либо отдадите родителям. А что делать дальше? Как устраивать свою судьбу? Вы просто потратите 4-5, а то и 6 лет впустую, не понимая, для чего это нужно. Это нужно не родителям, это нужно вам. Поэтому этот ответ обычно я считаю неубедительным и несттоящим, чтобы именно только ради этого поступать в университет и получать высшее образование. Второй очень частый ответ, это чтобы избежать срочную службу в армии. И да, это действительно является нашей жизненной ситуацией. Многие ребята поступают в университет после школы, чтобы не пойти на срочную службу, чтобы как-то получить образование. А потом уже будут думать, чем разбираться. Но, однако, рано или поздно сейчас призывной возраст поднялся, то есть после университета все равно, возможно, придется отслужить. Но те, кому везет и кто поступает на военную кафедру, либо военный учебный центр, потом в дальнейшем могут не служить. И да, это достойно. Но в масштабах всей жизни, в масштабах какой-то карьеры, наверное, этого тоже не совсем достаточно. Но тоже не будет таким стопроцентным аргументом, ради чего стоит поступать. Потому что, может быть, выбрать какие-то другие пути, которые позволят, либо наоборот, отслужить для многих. И потом придет понимание со временем, что служба в армии расширяет горизонты по трудоустройству. То есть различные органы, ведомства, МВД, все такое, гораздо легче будет потом поступить на работу. Следующий вопрос, ответ на вопрос, для чего получать высшее образование, это чтобы получить новые знания. Но мы живем в мире цифровых технологий, интернет. И, пожалуйста, открыл любой какой-то цифровой сервис, любой образовательный канал. И можно много чего нового узнать, не приходя в университет. То есть, в принципе, новые знания легко получить без похода в университет, без траты 4-6 лет на образование. Следующий популярный ответ, чтобы освоить, получить профессию. Опять-таки, обращаю внимание, что сейчас рынок труда активно меняется. Какие-то профессии вообще уходят. То есть, можно попасть в ту ситуацию, когда вы будете осваивать профессию, она потом просто не будет нужна. Либо профессии меняются. То есть, постоянно нужны какие-то новые компетенции, новые знания, новые навыки, умения. Поэтому уже есть даже курсы в интернете, в том же, где можно освоить какую-то профессию. Допустим, в сфере IT. И таких предложений большое количество. И вы из дома, никуда ходить не надо. Освоить эту профессию, будете удаленно работать и получать вполне достойные деньги. То есть, это тоже не является таким камнем преткновения, для чего нужно идти именно в университет и получать высшее образование. Следующий ответ на вопрос, чтобы весело провести время. Да, в УЗИ скучно точно не будет. Если вы поступаете в огромный университет, ну, к примеру, на примере моего университета, то да, здесь жизнь студенческая кипит, бурлит. И я, конечно, белой завистью завидую тем студентам, которые поступают сейчас. Им есть чем заняться в университете. Их жизнь самая увлекательная, развлекательная. Начиная от КВН, какие-то спортивные клубы, секции. Но все равно этим можно заниматься и искать друзей, конечно, и в других местах, помимо университета. Просто можно ходить в спортивные секции. И не обязательно для этого получать высшее образование. То есть, тоже спорная ситуация. Следующий ответ на вопрос, значит, для чего поступать в университет. Это все поступают и я тоже хочу поступить. В такую вот мышеловку очень часто попадают выпускники 11 класса, так как у них весь класс куда-то поступает. И они слышат эти слухи, что там произошло, кто куда поступил, успехи одноклассников. И переживают, если вдруг что-то пошло не так, если они не поступят. По этому поводу мы видели много слез, очень переживают абитуриенты, если не получается у них поступить. Но, тем не менее, это тоже не аргумент. То есть, даже если не получается поступить сейчас, можно пойти в колледж, либо можно взять паузу. Через год, через два поступить в университет, подтянуть свои знания, необходимые для поступления. То есть, все это возможно делать. Самое главное, что это все равно не будет, не должно это являться причиной получения высшего образования. Все пошли, я пошел. А что потом делать с этим образованием, а вдруг вы не туда поступили. Поэтому, конечно, эти ответы на эти вопросы, они достойные, они очень жизненные. Но они не являются вот таким стопроцентным пониманием, для чего нужно идти в университет. И здесь мы предлагаем рассмотреть поступление и получение высшего образования с позиции жизни. Вот смотрите, наверняка каждый из вас хочет хорошей, красивой, достойной жизни. Что для этого нужно? Ну, честно, задаю и такие вопросы, как вы представляете свою достойную жизнь. И многие абитуриенты представляют, что, ну, обычно красивая жизнь начинается там. Есть у меня какой-нибудь молодой человек, обычно, либо девушка хочет красивая спортивная машина. Какая-нибудь Феррари, БМВ, Мерседес, Ауди. То, что там с откидным верхом, да, то есть кабриолет, пожалуйста. Очень мощный двигатель, чтобы можно было поехать, куда душа захочет. И это действительно очень здорово. Следующий момент, который относится к классной, красивой жизни, это наличие хорошего, большого, просторного дома. То есть, либо это квартира квадратов 150 и больше, либо это дом на 1000 квадратов, несколько этажей, частный дом. Либо это загородный какой-то, танхаус, ну и так далее. Много всего интересного есть. Чтобы можно было припарковать в большом, просторном гараже свой дорогой, красивый автомобиль. И, конечно, это удобно, и к этому многие стремятся. Действительно, замечательно, если это получается. Следующий атрибут хорошей жизни, о котором многие мечтают, это, конечно, классная работа. Желательно на этой работе быть с большой зарплатой. Ну, как правило, пожелания у молодого поколения, это быть начальником, руководителем. А лучше, собственником какого-то большого предприятия, организации. Чтобы был секретарь, кабинет, кондиционер, личный водитель, охрана. Это очень потрясающе, к этому, естественно, тоже многие стремятся. Следующий момент, чего многие хотят, это наличие хорошего классного отдыха. То есть, отдыхать не где-то по месту, а уж отдыхать, так отдыхать. Поехать в Египет, Турция, Арабские Эмираты, Бали и так далее. Много стран, где можно классно, действительно здорово отдохнуть. Ну, также к отдыху очень часто относятся получение какого-то классного медицинского лечения. Посещение самых дорогих спортивных клубов с персональными тренерами. Все это можно получить, но при условии, если у вас будет хорошая работа, хорошая зарплата. Вот как раз таки для того, чтобы ваша жизнь была достойной. И для того, чтобы она была такой, как вы именно этого хотите, нужно получать высшее образование. То есть, университет стоит рассматривать как трамплин, как площадку для того, чтобы получить классное образование. Потому что университет сейчас точно может вас связывать, не просто давать вам какие-то знания, а связывать вас с будущим потенциальным классом работодателем. И многие крупные вузы это дают. На примере моего университета можно точно сказать, что есть классные новые образовательные программы, которые реализуются с учетом передового мирового опыта в образовании. Но есть такие проекты, как федеральный проект передовая инженерная школа. Там есть несколько образовательных программ. Есть образовательные программы, которые относятся к школе ИКС. Есть Т-университет, институт сквозных технологий. Но опять-таки в рамках этого выпуска я не смогу вам рассказать полностью подробнее. Это последующие выпуски будут. Но тем не менее, нужно один раз прийти, посмотреть, послушать, спросить с каким работодателем это связано, какая будет работа, зарплата. То есть возьмите от университета то, что вы хотите. Хотите хорошо жить, учитесь на ту специальность, которая позволит вам найти хорошую работу. Либо открыть эффективное предприятие. Вуз это все сейчас может позволить. Самое главное, чтобы вы не пришли просто получить корочку. Потому что зачем эта корочка вам нужна, непонятно. Нужно выбирать конкретную цель. И эту цель требовать и добиваться от университета получения необходимых навыков и знаний. И тем самым вы себе гарантируете хорошую, красивую, комфортную жизнь. И все в вашей жизни будет прекрасно. Друзья, если вам было полезно данное видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Желаем вам успешного поступления. Напишите в комментариях, как вы ответили на вопрос.